Вот здесь на этом маленьком пятачке, на котором здесь еще нет пышного разнообразия степной растительности, но тем не менее есть даже частичная, я бы сказал, руберальная растительность, такая как крапива. И вот обычные здесь злаки. Но если приглядеться внимательно, здесь появляются уже бубоцветные, и здесь яркие курицы, и щавели, и одуванчики. Даже на маленьком пятачке можно найти насекомых, которых много. Что для этого обычно нужно сделать энтомологу? Энтомолог тоже со своего великого размера, метр восемьдесят, должен немножко присесть внимательно. И внимательно посмотреть, что же там здесь находится. Иногда для этого я использую просто вот такую специальную подстилочку, которую используют туристы. Мне нужно сесть вот так внимательно и провести наблюдение за насекомыми. И вы сразу заметите тех насекомых, которые ползают по земле. По земле здесь будут ползать жуки, будут ползать муравьи прежде всего. Будут ползать разные личинки насекомых, которые питаются в растительном опаде. А потом вы увидите насекомых, которые поднимаются по растениям, которые питаются растениями. А потом насекомых, которые питаются другими насекомыми. Конечно же и муравьи, они хищники, они будут здесь ловить всех насекомых, встречающихся на пути. Но кроме того, вы можете заметить, что даже на крапиве развивается комплекс различных насекомых. Кого же можно встретить на крапиве? Прежде всего гусениц, которые не так часто встречаются. Но они очень хорошо заметны. Крупные, колючие, черные страшные гусеницы. Гусеницы нимфолит. Бабочек нимфолит. Здесь будет развиваться, например, крапивница, будет развиваться павлиний глаз. Те бабочки, которые перезимовывают, еще как и мага, они перезимовывают где-то на чердаках, под корой, под опавшими деревьями. Начинают летать в начале весны, а потом они откладывают яйца. И вот в начале лета появляется маленькая вспышка такая, участочка поеденной крапивой. Вот на этот участок обычно развились гусеницы павлини во глаза, например, или крапивницы. Не надо убивать эти гусеницы, потому что они такие страшные, черные и колючие, ужасные. В общем-то они колючие, потому что если их брать на руку, от них будут небольшие ожоги на руках. Они предупреждают, не трогай меня. Пусть они съедят свою крапиву. Кроме того, на этой крапиве часто попадаются... Вот я уже сорву, потому что она здесь не очень полезная, ее здесь выкашивают. На крапиве можно заметить скрученные листики. Скрученные листики, в них будут развиваться гусеницы из семейства листоверток или из нескольких... Здесь могут развиваться также бабочки-совки ночные, крупные гусеницы, которые тоже будут поедать крапиву. Их количество не будет таким огромным, потому что бабочки-совки откладывают очень часто яйца небольшими крупками. И только они будут поодиночке. А вот у крапивницы, у павленевого глаза будет целая колония. Поэтому на колонию не обращайте внимания, они спокойно съедят свою крапиву. Кроме того, на крапиве часто здесь обитают пауки, которые будут питаться всеми насекомыми, которые будут попадаться в их паутину. А с нижней стороны иногда можно заметить, что здесь будут находиться или тли, или часто здесь на крапиве появляются сосущие кокциды, сосущие насекомые, которые такие похожи на мягкий, кругленький шарик. Они передвигаются активно вниз-вверх. Они тоже образуют небольшие колонии, которые подсасывают сок из крапивы. В общем-то, они не приносят вам никакого вреда, они только немного снижают численность копивы, уменьшая ее фактически рост. Кроме того, здесь, например, растут злаки. На злаках будет развиваться тли, которые потом мигрируют на, как я говорил, уже на некоторые из растений. Кроме того, здесь вот чистотел. На чистотел здесь часто прилетают различные опылители, которых я уже показывал. Это пчелиные. Дикие пчелиные. Около их больше ста видов в Украине. Сразу вы их не определите. Они характерны тем, дикие пчелиные, что они, во-первых, значительно меньше по размеру обычно, и они совсем другие, чем обычная медоносная пчела. Они не формируют крупную колонию, как медоносная пчела, а если образуют, то только небольшие колонии, как вот, например, пчелы-голикты. Кроме того, здесь, а здесь, например, еще вот на этом пятачке лично я собирал гусениц и яйца бабочек-совок на обычном цикории. Цикория вырастает в конце лета, очень крупные, голубые цветы, очень яркие. Но как раз вот в августе начинали летать бабочки невзрачные из семейства ноктуиды-совки, около сантиметра, такие серенькие бабочки. И на цикорий, на побеги цикория, на почки просто они откладывали по одному яйцу. И срывая буквально каждый вот такой побег, на нем было яйцо бабочки-совки. Мне было интересно, чтобы найти паразитов бабочек-совок как раз именно. И была небольшая такая поляна именно одного цикория, и практически вся она была заражена совками. Конечно же, не все вылупившиеся гусеницы из этих яйц, они доживут до взрослого состояния, потому что совки-это гусеницы, которые гладкие такие, они не колючие. Они являются такой хорошей пищей для множества хищников и паразитов, и даже просто птиц, которые ими питаются. Они хорошо заметны, некоторые из них маскируются зелененькими, некоторые делают какие-то укрытия в листьях. Но большинство из них, конечно же, погибает от хищников и от паразитов. Потому что даже на гусеницах совки развиваются мелкие паразиты, которые дают вспышку такую размножения, съедают полностью всю эту гусеницу. Из хальцидоидных наездников из семейства эулофита развиваются, которые съедают гусеницу, просто прыгая на эту гусеницу и парализуя ее. Вот наездник, они называются по-русски наездники, потому что маленький наездник вспрыгивает на гусеницу, жалит гусеницу, гусеница ослабевает буквально на 30 секунд. За этот момент наездник, похожий на очень маленькую осу, он приближается к голове гусеницы, и около головы гусеницы откладывают яйца. Потому что гусеница таким образом не может извернуться, изгрызть отложенные яйца наездника, паразита. Потом она просыпается от анестетика и продолжает питаться на своем кормовом растении. В тот же момент в теле гусеницы начинает развиваться наездник. И в результате гусеница погибает, она не превращается в бабочку, а наездник влупляется порядка через 14-20 дней своего развития или заражает следующую гусеницу, если у него есть несколько поколений, или он просто на стадии куколки перезимовывает до следующего года. Таким образом, интересно вот в ботаническом саду или в каждом даже парке заметить, что есть растение, обязательно на растении есть фитофаг. Фитофаг тот, кто питается растением. Это может быть коза, которая питается растением, а может быть чаще всего это насекомые, питающиеся растением, которые его или сгрызают, или подсасывают, или питаются даже на корнях. Есть живущие насекомые на корнях, есть живущие также различные клещи, также на корнях или на теплях. Поэтому у растения формируются семена, насекомые питаются и семенами, это семиеды. То есть повреждаются все части растения, от стеблей, то есть генеративных, до семян. Но поскольку фитофаги обычно не повреждают 100% растения, растение все равно дает поколение на следующий год. А часть насекомых, которые контролируют численность, они питаются на тех фитофагах, которые живут на растениях. Они находят их или даже под землей, они углубляются, или находят скрытым здесь листик, который будет находиться здесь гусеница. Наездник все равно найдет гусеницу в скрытом листике, он пролезет сюда или через углубление листика, или даже заразит насекомое, прокалывая просто этот листик. Наездник, паразитическое насекомое, найдет свою жертву фитофага внутри стебля растения. Даже если стебель достаточно плотный, наездник своим яйцекладом пробуравливает стебель растения и заражает его внутри. Иногда внутри растения, можно так разрывая его, увидеть, что внутри просто полость. Ничего нет. А если, например, на степном участке мы посмотрим фломис, такое растение растет, то внутри образуются кругленькие шарики. Шарики это галлы. Это насекомые орехотворки, они, откладывая яйца в стебель растения, внутри образуются маленькие шарики, галлы. Так называемые галлы, видоизмененные части растений. В каждом из этих галлов развивается личинка какого-то насекомого. В данном случае, я говорю, орехотворки, это мелкие перепончатые крыла и размером 2-3 миллиметра. Но и на этого скрытого насекомого, внутри стебля, внутри галлы, найдется свой наездник паразит, который приближается к растению, прокалывает яйцекладом, пробуравливает и заражает его. Вот дальше там, можно посмотреть, еще шиповник. Даже на шиповнике, сформировавшемся уже шиповнике, там имеются насекомые, которые семиеды, которые являются фитофагами, съедают семечко внутри плода шиповника. Но также находятся и наездники, которые заражают те личинки, находящиеся внутри самого шиповника. Поэтому вылетают, таким образом, из плодиков шиповника вылетают и фитофаги, которые съели семена, а также вылетят их наездники, которые съедали этих фитофагов. Тем самым, в природе все контролируется природным путем. Есть растения, есть и фитофаги, которые их поедают, и есть паразиты, которые немножко уменьшают численность фитофагов. И в природе соблюдается такой природный баланс. Вот такой баланс, который мы тоже в институте, в нашем отделе биологического метода контроля вредителей, также изучаем, открывая все новые и новые интересные биологические циклы развития и фитофагов, и паразитов. Потому что даже сейчас, несмотря на 21 век, можно найти насекомые, которые окажутся новым видом и будут жить на обычной крапиве, на обычном чистотеле или на другом растении, потому что насекомые мелкие, они достаточно мелкие, и их исследовать достаточно сложно. Они требуют микроскопических исследований, и они имеют скрытый образ жизни. Не все так сразу заметно. Часто они живут на растениях, потом они прежде зимовывают в земле, может быть, внутри растения, и не сразу можно заметить все стадии их развития. Открывая эти стадии развития, ученые пишут статьи, в которых опубликовывают вот эти открытия о их жизненных циклах, а также о новых видах, которые даже сейчас описываются не только из тропиков, но даже из обычных нашей вот пауны, нашей Украины и в прилежащих территориях. Так что спасибо, если вам было что-то интересное. Ну, по мере возможностей, можно сказать, возможно. Продолжение следует... Продолжение следует...